Не появился на парашюте, так сказать, из Парижа владыка Антоний, было православие, присутствовало в Соединённом Королевстве и до него, и тем более, что мне приятно, что из на всё это так замечательно, это брошюра, редко так издают брошюры, я вас поздравляю, да, да, поздравляю, что это так красиво хотя бы. Поэтому я надеюсь, что на самом деле, несмотря на гигантский, не отсутствие гигантской толщины, это будет важная книга, потому что она, в общем-то, может быть заполняет какую-то очень важную лакуну, очень важную пустоту, которая до этого существовала в истории русского православия на Британских островах. Будем надеяться, что самое главное, что оно там будет развиваться и цвести с укоренением в Соединённом Королевстве теперь же 350 или 400 тысяч выходцев из бывшего Советского Союза, которые в основном живут в Юго-Восточной Англии, в основном в Лондоне. Кому-то это нравится, кому-то это нет, но на самом деле там есть традиция, которая может цвести, которая должна цвести. Будем надеяться, что так оно и будет. А Михаилу гигантское спасибо. Вот это замечательно. Покажешь в публике? У нас сегодня, к сожалению, нет дизайнера, благодаря которым всё так красиво, но у нас есть представители издателей, издательство Арефа, который немало поспособствовал тому, чтобы дизайнеры сделали такую прекрасную книгу. Поэтому сейчас передаём слово Алексею Монастырику, генеральному директору издательства Арефа. Добрый вечер. Ну что можно сказать директор Арефа? Можно сказать только цифры. Мы за 5 лет издательства издали 10 книг, и вот эта книга Михаила попала в десятку. И само мне тоже нравится, потому что она такая тоненькая, много иллюстраций, и можно так вот легко с ней быстро ознакомиться и так для себя сохранить. Вообще наш стиль такой, что мы делаем всё лёгко, и основная деятельность – это больше интернет. Поэтому так немного издаём, может быть, две-три книжки в год. Скорее всего, это такая библиотека журнала «Московская пириархия». В ближайшее время мы планируем презентацию журнала «Московская пириархия» для iPad'ов. Вот, для iPad'ов. И надеюсь, что там будет возможность сделать подписку. И, соответственно, как-то всё в таком стиле лёгком, красивом, динамичном, современном. Так вот издана эта книжка. То есть я думаю, что удалось какой-то компромисс достичь. Ну и спасибо большое, что вы пришли, потому что так сегодня, в пятницу вечер, посвятить вот такой важной вещи – это здорово. Не знаю, какой я бы бросил машину, доехал на метро. Холодно. В общем, спасибо, что пришли. Спасибо. Постепенно подбираемся, собственно, к содержательной части. Для начала даем слово редактору Сергею Чепнину, а потом уже самому автору Михаилу. Надо сказать, что всегда есть какая-то неожиданность, когда пытаешься делать что-то хорошее. Потому что, собственно, история для меня с этой книгой началась год назад, когда было ясно, что гепархия будет праздновать 50 лет со дня своего основания. В октябре были торжества, и вот как-то в разговорах с Мишей выяснилось, что готовится брошюрка. Готовится маленькая брошюрка. И, надо сказать, я глубоко возмутился сначала в разговоре с Мишей, что это не должна быть брошюрка, это должно быть что-то более серьезное. А потом, буквально через несколько дней, говоря с архиепископом Елисеем, я возмутился в разговоре с ним, что нужно серьезно относиться к такого рода изданиям. И, собственно, так мы попали в ловушку, и Миша, и я, и дизайнеры, и все. И сначала мы думали, что будет достаточно только сил сотрудников журнала Московской патриархии, чтобы издать. Потом выяснилось, что сил не хватает. Нужны дизайнеры, нужно привлекать Ореху. И вместо того, чтобы выпустить ее месяца за 3-4, по-моему, мы планировали, мы практически 10 месяцев над ней работали. Это действительно было 10 месяцев работы. При всем том, что уже во многом и тексты, и иллюстрации, это больше степени, чем иллюстрации, были собраны. По содержанию несколько слов хочу сказать. Вот это пример, знаете, есть замечательные книжки, такие краеведческие, по России, по самым разным городам, даже небольшим. И вот в России церковный краевед – это что-то такое вполне понятное, состоявшееся. Вот Михаил Сарни – это такой лондонский церковный краевед, в неком смысле единственный в своем роде. И эта книжка, ну, при всем том, что, конечно, можно говорить, что она на самом деле играет, я думаю, еще сыграет большую роль, собственно, в изучении российско-британских отношений. И здесь очень так тонко переплетаются, и показано в книжке, как переплетаются очень тонко, собственно, история церкви, история дипломатических отношений и многое-многое другое. Вот история церкви, история прихода находится в контексте вообще всех отношений России и британской короны. Но мне кажется, что очень важно, что при всем том, что церковная жизнь погружена в контекст, Миша удалось очень тонко, как раз все-таки, обозначить, что это именно церковная жизнь. Через какие-то события приходской жизни, через, конечно, прежде всего, через священников, которые служили в Лондоне. И вот в этом смысле действительно открывается как-то история русского православия в Великобритании, открывается по-новому. Я думаю, что главное значение этой книги именно в этом. Это достаточно, так сказать, обстоятельная, основанная на документах и, отчасти, личных свидетельствах, историю русского православия в Великобритании. Так это и нужно воспринимать. Конечно, это начало большого исследования. Я надеюсь, что и Михаил продолжит работу, и появятся другие исследования. Несколько, буквально пару недель назад, когда я подарил эту брошюру ректору Донвильской семинарии, он сказал, что и у нас в Америке тоже готовится взгляд на историю русской общины в Лондоне, но со стороны русской зарубежной церкви. По всей видимости, в следующем году эта книга выйдет, и будет интересно сравнить подходы. Но, насколько я понимаю, конечно, возможности работы с документами там совершенно другие, как бы сказать, более скромные. И, наверное, последнее, что я хочу сказать, это про такую редкую для нынешнего православного книгоиздания особенность книги, это параллельный русский и английский текст. Все-таки замысел понятен. Эта книга должна быть доступна не только для тех, для той части, прежде всего, прихожан православных на Британских островах, кто свободно говорит по-русски, но, конечно, и для тех, кто по-русски говорит плохо или вообще не говорит. Потому что все-таки это тоже значительная часть Сурожской епархии сегодня. И шире, я думаю, что сегодня очень мало книг, к сожалению, очень мало книг, которые говорят о русском православии, современных авторов, на англоязычную аудиторию. Да, есть просто переводные книги, да, в том числе и современных авторов переводят. Но так, чтобы показать вот это взаимопроникновение истории русской церкви и, если угодно, европейского общества, европейской культуры, и как трудно на самом деле вот эти мостики создавались, вот таких книг сегодня очень мало. Казалось, что вот где-то в 30-е, 50-е годы прошлого века было сказано много. И да, действительно, Николай Зернов и другие авторы, тогда популяризаторы русского православия Великобритании в Европе проделали большую работу. Но затем возникла пауза, и, собственно говоря, наверное, сейчас мы понимаем, что сделано много, но этого, конечно, недостаточно. И я очень надеюсь, что дальнейшей работой будет академическая публикация на ту же тему, эта работа будет продолжена, и об этом еще скажут наши гости. Я уже Алексей Беглов подошел. Об этом еще будет сказано. Ну, а пока, вот, я считаю, что это для двух категорий, как бы, это небольшая брошюрка увлекательна для двух категорий читателей. Те, кто читают, собственно, текст с удовольствием, и те, кто с удовольствием читают только подписи под фотографии. Вот для второй категории это тоже, безусловно, очень увлекательно, потому что мы специально старались сделать так, чтобы фотографий было много, и чтобы подписи под ними можно было читать. И не только сами подписи, еще многие документы, напечатанные таким размером, ну, иногда, так сказать, придется взять в руки лупу, но, тем не менее, и сами документы можно почитать, и в частности, скажем, скажу, может быть, об одном, о очень трогательном письме святителя Николая, японского настоятелю Лондонского храма. Ну, и, наверное, еще, так сказать, да, как-то надо поправиться. Вот, конечно, в строгом смысле слова, приход как таковой православный появился только в начале 20-го, в 19-м году, после революции, а до этого, конечно, правильно говорить об истории посольской церкви, потому что, поскольку мы все называем приходом и русской общиной, так как-то вот сложилось, что некоторая, так сказать, историческая некорректность, тем не менее, вполне, я думаю, допустима в нашем таком общем разговоре. Спасибо. Теперь, собственно, мы передаем слово автору Мишу. Я не слышала. Передаем слово автору, собственно, Михаилу Сорни, ради которого мы здесь сегодня и собрались. Спасибо. Ну, собственно говоря, начну я очень кратко с истории создания данной книги. Она началась как некое очень малое прошлое. Хотя есть предыстория. Нас в поздние годы нашего владыки Антония иногда сотрясали всякие потрясения. И в ходе этих потрясений некоторые из наших прихожан высказывали естественную уверенность в том, что, конечно же, все православие русское в Великобритании началось с метрополит Антония. Но, разумеется, до него ничего не было. Я же работал с архивом русской церкви в Лондоне, который в Национальном архиве Великобритании находится с 1966 года. Этот архив – очень богатый источник сведения о жизни русского прихода в Лондоне, то есть посольской церкви до 19-го года и прихода после. Хотя архив обрывается на 1926 году, когда произошел первый раскол. Был не один раскол у нас, к сожалению, на зарубежную церковь и московскую. Тогда я сказал, ну что вы, православие русское в Великобритании было основано Петром Великим, который именным указом выделил средства на наем церковного дома и на содержание священника. И мне сказали, докажите. Но я стал доказывать. То есть я стал писать главы некой книги, которая, в общем, надеясь, с Божьей помощью, выйдет года через четыре, потому что через четыре года, как раз в декабре 2016 года, исполняется 300 лет нашему приходу. По-видимому, все-таки в день введения в охрану Пресвятой Богородицы 1716 года была первая литургия, которой служил архимандрит Геннадий, грек из Александрии. Но это будет чуть позже. И вот, собственно, стал я публиковать эти главы в приходском листке нашем, а потом эти главы были публикованы в Альфе и Омеге, в журнале 38-го номера. После чего все застопорилось, потому что у нас были очередные неполадки в соборе и в епархии. Ну и к тому же я столкнулся с первым настоятелем русской церкви, у которого были большие неволды вообще. Он очень много делал странных поступков, совершал. И я вот на нем застрял. Мне нужно теперь продолжать, потому что он, бедный, много разных нехороших вещей делал. И мне нужно узнать, от чего это. Мне нужно узнать, услышать его собственный голос, его оправдание того, что он делал. То есть я сейчас работаю, то есть я был в Петербурге и возвращаюсь в Петербург, работаю в Пушкинском доме и в архиве Синода, и раскапываю вот все это. Это вот с этого началось. Потом владыка Иннокентий, который стал нашим правящим архиерием в 2006 году, решил праздновать 50-летие освящения нашего собора. И предложил мне составить краткую памятку. Я составил, принес ему, он сказал, сухо. Я составил расцвеченную памятку, он ее принял. И ее раздавали на нашем приеме через 50-летие на двух языках. То есть просто два варианта было. После чего эту памятку по-русски в газетном варианте издал Сережа в церковном вестнике тогда же. И с этого он, собственно, началось. То есть вот эта книжка, она есть расширенный вариант той самой краткой очень памятки. Вот, естественно, я должен поблагодарить Сергея весьма широко, потому что он очень-очень во многом как бы поспособствовал тому, что эта книга в таком виде, в котором она есть, она есть. Потому что он всячески наставил на том, чтобы и иллюстрации были, и объем был достаточный. То есть и помогал во всех смыслах. Так что я, собственно говоря, высказываю чрезвычайную признательность. Ну, естественно, и Ирина Неронская, которая разработала и предложила дизайн, вот, Сергей Михайлович, который набирал. То есть получилось нечто, что есть, по сути дела, епархиальная брошюра. Это брошюра, которая должна продаваться во всех храмах нашей епархии. И, собственно говоря, она, видимо, так и будет расценена епархией, как епархиальное издание. Но, собственно говоря, так как за этим изданием стоит куда больше того, что я копал и что, намереваясь копать, то поэтому есть как бы такое вот двойное дно. Потому что, например, иллюстрации, они очень часто не напрямую связаны с текстом, а они его дополняют часто вот как-то под неким углом. То есть их не надо было бы помещать. Но настолько они хороши, что не поместить их было бы грешно. Вот так вот получилось, что иллюстрации, например, там есть ужасный-ужасный фрагмент спора нашего престарелого настоятеля, отца Евгения Смирнова, человека очень заслуженного церковного, с членом приходского совета, который настолько ужасающим образом напоминает наших же большевиков, но только без антирелигиозности. Но, тем не менее, задор, запал, у вас приход, и вы должны служить приходу. Раньше бы были чиновник, а теперь вы. То есть много того, что нужно сказать, осталось бы за кадром, пришлось вставлять в книгу, потому что очень интересно получается. Ну, собственно, вот история создания книги. Так что я благодарен и, естественно, Владыке Иннокентию, который надоумил меня сделать краткий текст, и Владыке Елисею, который предложил сделать боязычный вариант. Теперь в отношении, собственно, содержания. Я думаю, что есть две возможности. Я могу кратко сказать о том, что, собственно говоря, представляет собой православие в Великобритании вот с тех самых петровских времен. Хотя, конечно, православие не началось с русской церкви. Была греническая церковь, которую построил архиепископ Самовский Иосиф И. Гелинец, прибывший в Лондон в 1678 году и построивший церковь, которую, впрочем, через два года у него отобрали. Потому что он вынужденно, но все же написал письменное заявление. Я в Оксфорде его видел, в Бальдерианской библиотеке, о том, что он согласен во всем следовать правилам, господствующим в Великобритании церкви, то есть ангеликанской. И когда в церкви оказались иконы, когда в церкви оказались молитвы об усопших, что для ангеликан полный абсурд, когда церкви стали призывать помощь святых, то епископ Лондонский велел церковь отобрать. Церковь отобрали. Вот такая церковь была. От нее осталось название улицы Гриксли. Естественно, православие первые века, то есть первые тысячелетия, процветало. Вот сейчас здесь 70 с небольшим из нескольких тысяч угодников божьих, которые почитаются на Британских островах. Их очень много. И паломничество, места памяти, места, где покоились мощи, потому что мощи очень мало, все мощи были извлечены и уничтожены по приказу Генриха VIII. Очень много было бед в истории веры, христианской веры в Великобритании. Поэтому, конечно, по XVIII веку все очень захерело. И тут приезжает в 1713 году, приезжает из Александрии митрополит. Приезжает он просить милостыню у англикан на покрытие тех расходов, которые понес патриарх Александрийский. А это греческий патриархат, там все греки. Это не копты. На то, чтобы отбить притязание некоего человека, который пытался тоже завладеть патриаршим троном, путем взяток. Ну, тогда все турки, собственно говоря, очень часто меняли патриархов, константинопольских, александрийских, потому что нужно было платить официальные деньги. Также официальные. В общем, приехал сюда с некоторым количеством людей. Среди них был архимандрит Геннадий, который 20 лет до этого был настоятелем единственного православного монастыря в Александрии во имя самого священного. И вот архимандрит Геннадий, человек явно ученый, потому что сохранились его письменные, как бы, то, что он писал. В частности, сохранилось свидетельство, которое англиканин, он, интересовавшийся православием, выбил у него, буквально выбил, то есть он ему помогал деньгами, у него и у митрополита Арсения о том, как верует православная церковь в так называемое присуществление святых даров. Это было очень любопытно ему, и, естественно, это свидетельство, вот оно есть, секунду, вот. Это подпись архимандрита Геннадия, это рука архимандрита Геннадия, до него это подпись митрополита Арсения Приваицкого, и здесь написано, что православные веруют, что принимают они истинное тело и истинную кровь, спасительный наш. В чем, естественно, англикане испытывали большие трудности, признание этого. Что получилось? В это же время петровские юноши с 1708 года, посылаемые в Англию учиться науке на Венгадской, как тогда выражались, это простолюдины, которые учились на ботсманов, и аристократы, которые учились на морских офицеров. Их в общей сложности за 11 лет перебывало здесь, в Англии около 150 человек. И вот они оказались в совершенно чужой атмосфере. Это были очень юные люди, некоторые из них подростки совсем, 12-14 лет. Тоска с ней дала их, один даже сошел с ума. Постолюдины не получали вовремя жалования, у аристократов что-то было, естественно. Но это было просто очень плохо. И тут является митрополит, и православная служба, и можно исповедаться и причаститься. А этим юношами заведовал некий человек по имени Синявич. И этот самый человек решил, что нужно непременно задержать здесь архимандрита Геннадия. Потому что их выгоняли. На архиерейские службы собирались и англикане. Что не понравилось епископу Лобновскому, и он стал выгонять митрополита Арсения, говоря, вот те деньги, которые вам обещал король, мы вам их дадим, только если вы уедете в Голландию. В Голландию вы их получите. Уезжайте. И тогда Синявич направил письмо, он был переводчиком и опекуном молодых людей, направил письмо митрополиту с просьбой прислать архимандрита Геннадия, обеспечивая и церковь, и содержание священника. И вот с этого началась русская церковь. Петр I в начале 17-го года, 1717 года, именным указом подтвердил выделение средств на священника и на церковь. И сказал, ты, Синявич, ты церковь устроил, а я ее созижду. И велел приискать место, чтобы построить русскую церковь. Но место приискали, а тем временем посол сменился, Петр воевал в Швеции, и поэтому ничего из этого не получилось. И поэтому первая церковь на своей земле получилась только во 2-й плане 20-й века. Вот, собственно, с этого и началось. Первые люди исповедовались через переводчика. Никто по-гречески не говорил, поэтому по-латыни с переводчика исповедовались, потому что вот так. Но приехал архимент Геннадий, его племянник, и вот они здесь вдвоем жили в Лондоне. И наняли церковь. То есть это дом был, гостиная этого дома устроена была церковь, а наверху жили священник и Келеникев. И первые два настоятеля были греки. Церковь была вот здесь. Это малюсенький переулочек, который отходит от такой вот вот стрэн. Это улица, которая идет от Трафальгарской площади мимо вокзала Черенкросс, которая в 18 веке была главной магазинной улицей Лондона. Но по вечерам там ходили женщины легкого поведения, и поэтому приходилось держать у ворот человека, чтобы не пускал никого, когда служба идет. Потому что вот такой переулочек, вот он, секунду, очень узкий переулок. И вот в этом переулке находился дом и доме церкви. В 1720 году дипломатические отношения были прерваны. Петр в 21 году принял императорское достоинство, с чем не согласились, Великобритания не согласилась, и к тому же воинская мощь России казалась Англией слишком уж угрожающей. И в следующие 12 лет никого не было, ни одного посланника не было в Лондоне, но церковь оставалась. Более того, греческие вот эти самые Архимандрик Геннадий и его Келеник участвовали в переговорах, тайных переговорах некоторых англикан, епископов с православными и с Константинополем, и с Москвой, причем вернее Петербургом уже, Петр I очень хотел соединения церквей. Если бы не его кончина в 25-м году, вполне возможно что-то можно было бы ожидать. Но хотя бы не вся англиканская церковь перешла бы. Церковь оказалась в изоляции. Конечно же деньги были очень трудно было перечислить, понятно, не было гипнотического отношения. Но в общем-то были какие-то связи. Были русские, которые остались в Лондоне, было очень немного. Были греки, потому что греки потеряли церковь в конце 17-го века, и церковь была и греческая, и русская. Поэтому всегда настоятеля приглашали знающего гречески, чтобы он по-гречески мог и служить, и исповедовать. Приехал русский с первого в 1937 году, когда архимандрик Геннадий скончался, потом приехал еще один, с этим русским священником, и ромонахом Иоанном Ястреевским, приехал два церковника, то есть псаломщика. Псаломщики обычно набирались из семинаристов, и вот с этих псаломщиков начинается этот самый штат одного священника, двух псаломщиков, который продолжался до середины 19 века. Очень маленький штат, но вот так не служил. У нас в Лондоне хранится первое престольное Евангелие, которое архимандрик Геннадий венецианского издания 1684 года. Так что с 1766 года служат русские священники. Сперва это протериан типа Мартиньянов, который в молодости вызвался быть миссионером после семинарии в Оренбург, и поехал в Оренбург, и в общем он был ученый человек, но видимо он обдавел и не стал пить. И это была его беда, и вот с него начинаются наши беды приходские, потому что очень много таких авантюрных романов, это вот можно писать про протериан Антипу, потому что это действительно очень трагическая история, чисто человеческая история. Ну вот нужно будет писать следующую главу мне, так что прошу молитву о протереи Антипе, после чего все выровнялось и стали приезжать уже в Елизаветинское время, русские все в большем количестве, то есть начинаются вот первые ростки англомании знаменитой, потом естественно при Екатерине приезжают настоящие аристократы, которые совершали турне по Европе и заезжали в Англию, естественно Екатерина Воронцова-Дашкова приезжала с сыном, определила сына в Буднебургский университет, здесь жива довольно долго, то есть довольно много здесь появилось людей и появились здесь очень интересные настоятели в Лондоне. Я говорю здесь, потому что как бы вот у меня нет особого как-то туннеля в сознании между Лондоном и Москвой, то есть я как-то не очень различаю уже, да, и вот вот это вот самое переулочек газовый фонарь до сих пор самый старый дом в этом переулочке до сих пор горит. Да, с первого настоятеля, который был очень хорошо воспитан, начинается история документального подтверждения нашей церкви. Ведь книга церковно-записная, принадлежащая православной греко-российской церкви в Лондоне находящейся. это отец Стефан Ивановский, который был очень такой замечательный, тщательный очень человек, он все записывал, у него все было замечательно. Пришел грех Михайла, просил, ему дамы было пять шиллингов, шесть пенсов. Вот, каждый расход записан, каждый отчет умеется в архиве. Вот, он же переписал все греческие книги, которые, метрические книги крещений, принятия православия, потому что с XVIII века в русской церкви принимается православие из англиканства, скажем, и католичество, то есть, из англиканства мира помазан. Вот, и вот эта книга, вот эта копия греческих записей с 1921 года. Вот, 24-й год, это крещение, то есть, принятие православия первой англиканки. Это была жена Варфоломия Кассана, племянника Архимандрида Геннадия. И вот, оно так вот продолжалось. Время от времени англичане принимали православие. То ли потому, что они женились на гречанках, то ли потому, что вот вся семья иногда принимала православие. Некая семья Райт приняла православие в 1938 году, в 1138 году. Одним из людей, которые приняли православие, был американец. То есть, тогда, собственно, была колония как бы Соединенные Штаты были сегодняшнего колониями Великобритании. И был очень родовитый американец. Вот он. Совсем юный. Единственный портрет сохранившийся. Филипп Ладвелл. Филипп Ладвелл был, ну, как бы, Филипп Ладвелл третий, уже третий поколений Филипп Ладвелл. его отец тоже, возможно, был православным. И, возможно, он перевел катехизис Петра Могилы на английский язык. И Филипп Ладвелл третий издал этот катехизис. Филипп Ладвелл попросил отца Варфоломея, вот этого, второго греха, племянника, второго настоятеля, чтобы тот справился у Святейшего Синода, возможно ли ему не только принять православие, но и взять с собой святые дары в Америку, как это делали первые христиане. Потому что в Америке ничего нет, а он мирянин. Молодой человек 21 года принимает православие и Синод разрешает это. В 1737 году Синод отправляет отцу Варфоломе позволение дать ему святые дары. Дом Ладвелла сохранился в Америке, в Вильямсбурге, в Вирджинии. И в этом доме есть какая-то странная пристройка. Есть у нас с Сережей знакомый, англичанин, который в Америке сейчас находится, который будет издавать вторую книгу, который копает историю Ладвелла. Это вот от него я получил портрет. Так что Ладвелл был, он потом стал первым начальником Джорджа Вашингтона. Молодой Вашингтон поступил под его начало. Он был полковником. Скончался он в Лондоне, привез трех своих дочерей в православие. Вот очень интересные были прихожане. Были еще другие прихожане, англичане. Ну вот так, а это вот первый настоятель, который, в общем-то, просиял. В Лондоне он был недолго, но он был первым человеком государственной мысли. Приехал в Лондон. Он был человеком, он из Харькова сам. Вот, следующие два настоятеля, малороссияне. Приехал он и был человек, очень желавший всякой западной науки ее постичь и научить других. И он немедленно отправляет Екатерине, которая недавно вошла на престол, план. План прислать в Англию учеников сельского хозяйства, потому что Англия славилась тогда великолепным сельским хозяйством. То есть передовые методы там развивались лучше, чем где-либо. И вот императрица согласилась. Она дала ему позволение. Он приехал на Харьковщину, набрал семинаристов. Одних псаломщиками в церковь, других студентами Артура Янга и других великих новаторов сельского хозяйства. И они прекрасно обучались. И сам Андрей Самборский, так вот звали, он потом был отозван. Он стал воспитателем цесаревичей Александра и Константина. Будущего Александра Первого. В общем-то, он был первым настоятелем церковь сельского храма Собора Святой Софии. И очень интересный человек. С него начинается история комиссии, которую священники русской церкви в Лондоне выполняли вынужденно, но все же выполняли. В частности, скажем, бератрица желает купить поддержанную, но очень хорошую карету английскую. Кареты английские славились. Отец Андрей доставляет карету, покупает ее и отсылает. Так что они были частыми гостями, и отец Андрей, и его следующий за ним настоятель, отец Яков Смирнов, они были частыми гостями в порту. Они со шкиперами знакомы были, и отсылали все время разное. Например, отец Яков Попов, уже с 1180 года настоятель. Он отсылал, вот я как бы сейчас в Петербурге смотрел в Пушкинском доме его письма, он, скажем, отсылал четыре пары ста фурширских терьеров, какое-то количество большой коров, 2500 саженцев, гранд пьяно форте, а самое такое блестящее это следующее. Это 1986 год. Отправлено для ее сиятельства графине Пушкиной зеленого атласу 25 и люсового атласу 26 аршин, до белого тканья 26 аршин. Тканья сии вышли теперь здесь из употребления, так что и сия малое количество едва мог сыскать. А что касается до черного тканья и белого узкого с каемочкой, то тех и совсем готовых сыскать было невозможно. Разве на заказ сделать прикажется? Черному цена будет по одной гинеи аршин, а белому узенькому по два шилина аршин. Если черная ткань не заказать прикажут, то прошу обращик прислать по воле, ибо первый был столько мал, что цветочков распознать нельзя было. То есть вот такими вещами занимались настоятели. И это продолжалось все о царствовании Екатерины и еще собственно говоря при Александре I продолжалось. Конечно, царствование Павла было очень интересным, потому что сначала, конечно, была дружба, а потом дружба закончилась, к сожалению, потому что англичане захватили Мальту. Естественно, Павел I, как великий магистр Мальтийского ордена, был оскорблен, и были прерваны все отношения. Все были высланы из Англии, но именным указом император Павел назначил тогда еще Иерея. Он 38 лет ждал своего протеерейства. Отец Яков. Яков Смирнов был назначен исполняющим обязанности поверенного дела Российской империи в Великобритании. Он следил за всеми политическими событиями, он приходил в парламент, за ним следили очень аккуратно, все понимали, что он исполняет обязанности, но тем не менее вот так. Он был очень действительно замечательный патриотом. Есть замечательные письма о том, как он отослал своего сына в Россию. Сына не хочется в России. Говорит, нужно послужить России, ну нужно послужить России, что это такое? Очень интересный был человек, не сохранилось портрета, к сожалению. Отец Яков Смирнов. 60 лет он был настоятелем, и 5 лет он был псаломщиком БТО. Очень часто было так, что в общем-то средства шли через посольство, и послы очень часто имели решающий голос в назначении нового настоятеля, потому что обычно довольно много псаломщиков часто не выдерживали и возвращались, потому что жизнь была очень тяжела. Псаломщики получали очень незначительное жалование, очень незначительное. многие из них скоро подали долги и начинали пить. Некоторые держались, но недолго, скажем, такой вот бедный, сейчас скажу, можно, книжку. Псаломщик, который, да, сила был, бархатов, он два года держался, а потом он, напившись, подрался с солдатами и его приговорили в году тюремного заключения. И уже через полтора месяца он скончался, так что отец Яков ездил к нему пивать. Жизнь была очень дорога и сами священники тоже не очень хорошо жили. Это все было, собственно говоря, Англия была странным таким местом. То есть место, куда, естественно, приезжали богатые люди, но а так это были дипломаты. Естественно, уже с 30-х годов велась запись исповедников, потому что, собственно, все государственные служащие обязаны были исповедоваться и причащаться раз в год. И, собственно говоря, почти все причащались исповедоваться раз в год. Филипп Ладвов причащался и исповедовался два-три раза в год. Была еще такая гречанка Мария Тук, которая тоже причащалась чаще, но это были абсолютно исключения. То есть, вот такая вот была. Потом я просто покажу, что с этим случилось в конце. Ну вот, жизнь лондонская была совсем-совсем сложной. То есть, приезжали, конечно, ну кто приезжал? Естественно, при Екатерине приезжали уже инженеры, приезжали мастеровые, приезжали люди, которые хотели увидеть, как паровые машины работают. На некоторые фабрики их допускали, на некоторые фабрики не допускали, приходилось хлопотать. Ну, в общем, началось снова движение, которое прекратилось после кончины Петра, потому что все-таки Петр очень много сделал, чтобы все-таки какие-то были связи. он нанимал десятки, может быть, даже больше ста мастеровых привез их в Россию. Это были часовые мастера, всяких навиг. Вот это могила отца Якова Смирнова. На ней ничего не разобрать, только сбоку, когда там были кусты, потому что кусты срубились, спросили, когда у вас будет панихида? А вот к этому времени мы расчистим. Но когда я пришел, еще кусты росли, то в тени можно было рассмотреть надпись о дочерях его, которые там же похоронены, дочери Джеймса Смирнова. Вот так вот он. Вот это есть. Сейчас вознаменование очередного, то есть годовщины 2012 года посольство укрепило здесь олеповатую железную дощечку. Я хотел поставить ее сюда, потом понял, что не надо, это неправильно. Это кладбище называется Cancel Green. Там похоронены наши три настоятеля. Отец Яков Смирнов, отец Евгений Смирнов и отец Василий Попов, который служил только два года, а потом умер от эпилепсии. И семейство их. Это посол, самый выдающийся посол императорской России в Англии. Это Семен Романович Францов. Блестящий человек и большой друг отца Якова. Причем отец Яков помогал ему и в дипломатических делах. Когда не было кого шифровать, то отец Яков шифровальщик был. отец Яков также занимался программическими компаниями. Когда Англия вот-вот должна была вступить в войну, правительство уже все подготовило для вступления войны в Россию. Воронцов с помощниками его, отцом Яковом и двумя сотрудниками посольства, вернее, одним из них англичанином православным, они день и ночь сидели и строчили разные анонимные, псевдонимные послания в газеты, журналы, какие-то листовки, зачем это нам? Нам не нужна война с Россией, нам нужна торговля с Россией, выгодно с Россией дружить. И в конце концов убедили правительство. То есть это как бы компания получилась, и люди стали говорить, да, зачем нам война. И войны не было. И, собственно говоря, отец Яков тоже вот к этому делал. А это англичанин. Это первый православный, который соседал в палате лорда. Это лорд Гилфорд. Здесь он изображен, когда он был первым губернатором Тайлона, английского Тайлона, колонии. В молодости он приехал на остров Карфу и попросил принять его в православие. И греческий священник, ну, так тайно, греческий священник принял его в православие. И потом, много лет спустя, он основал первый университет греческий на острове Карфу, который назывался Ионийская Академия. Очень много пожертвовал книг туда. И потом он скоропостижно скончался. Но вот перед смертью он попросил свою сестру, не помню, графиню такую-то, связаться с русским священником и пригласить его, потому что ему нужно на путствие. А он, оказывается, православный. И священник пришел. Это был отец Яков. Исповедовал ее и причастил. Все эти десятилетия хранилось все тайно. И, может быть, они встречались тайно с отцом Якова. Может быть, он причащался. Но, в общем, вот такой вот англичанин. Лорд Гилфорд. А это человек, который приехал после кончины отца Якова Смирнова. Последние годы отца Якова были омрачены слепотой. У него с 7 лет один из глаз был поврежден оспой, а второй на нем наросла катаракта. И хотя лучший специалист в Лондоне вынул катаракту, но все-таки он стал слепным. К этому времени относится отделение греков. Потому что к тому времени греки составляли довольно значительную часть прихода. Более того, они были самой состоятельной частью прихода. Это были греческие купцы, которые жили на островах, не занятых турками, занятых венецианцами, то есть итальянцами. И поэтому было довольно им стеснительно зависеть от русских властей. Посольская все-таки церковь. И такие глухие сведения о том, что якобы староста русской церкви оскорбил какого-то очень достойного греческого купца. И они решили устроить свою церковь так, что 3838 года греческая церковь существует как самостоятельная церковь. Первая церковь была во имя Христа Спасителя в Лондонском Сити, прямо в доме, где контора была этого купца. А это Евгений Попов. Это совершенно тоже удивительный человек, совершенно в другом стиле. Это был выпускник Духовной Академии Шунг-Петербургской. Это был очень толковый богослов, не сказал богослов, церковный историк и церковный деятель. Он очень много сделал для контактов англиканской общественности с православием. В частности, это через него Диакон Пальмер знаменитый вышел на общение с русской церковью и он приехал в Москву и Петербург и очень много было. То есть совершенно прекрасный у него он публиковал в духовных журналах очень много статей, статей о движении англикан за 20 дней в православии, о старокатоликах. То есть множество разных обзоров и просто совершенно блестящий человек. Ему даже предлагали стать епископом Аляскинским и управляющим всей американской епархией. Он был не против, но просто он к тому времени уже вдох был много лет. Но он не хотел пострига. Он предлагал без пострига его поставить в архиерею, тогда это было невозможно, и его не поставили. Потом у нас еще один был без пострига, это владыка Васильев. То есть он там было сложно. Но вот отец Евгений действительно блестящая личность, скончался в Петербурге, один из немногих, почти все наши настоятели скончались в Лондоне, похоронены в Лондоне, причем один настоятель в 60 лет. Отец Евгений ну скажем с 42-го года по 75-й, а отец Евгений Смирнов следующий за ним с 1872 по 1923. Очень долго. То есть Владык Антоний не был единственным долгожителем у нас настоятелях. Вот отец Евгений Попов. Отец Евгений очень такая забытая история. Англичане захватили в плен множество русских в Крымскую войну. И они их отвезли в Англию. И поместили их в три лагеря, один из которых был плавучей тюрьмой. В устье Темзы стоял корабль. И вот этот самый корабль был плавучей тюрьмой для русских пленных. И отец Евгений Смирнов, то есть Евгений Попов каждую неделю отправлялся в один из трех лагерей. Причем третий лагерь был в Портсмуте, где было больше всего народу. И это 200 километров. Представьте себе кареты. Ну вот каждые три недели он был там. Причем он говорит, что естественно совершенно замечательные службы молчат, все молятся. Тишина. Он писал в Синод, прося временный коностас, походный коностас. Говорят, вы знаете, у нас два хора. Причем один из них очень неплох. Из военопленных. Вот с этого начинается хор. Вот Illustrated Evening News опубликовала гравюры быта вот этих самых военопленных на этом корабле. Вот так. А это их жены. Отец Евгений и там крестил младенцев, а также отпевал, потому что несколько десятков военопленных не выдержали путешествия. И вот он отпевал их. Вот. Досточим отец протерии Евгений Иванович. Прошу сообщить вам приятную лесть. Я и барон Окерман освобождаемый из плена. Нам объявили сегодня утром, что в среду 14-26 декабря нас отправляют отсюда Миной Лондон. Не знаю, могу ли видеться с вами получить благословение в предстоящий путь. То есть отец Евгений получал деньги. То есть неофициальные каналы были. Принц Эльденбургский и великие княжны две пересылали деньги отцу Евгению. И он раздавал, особенно семейному, он раздавал деньги нуждающимся. То есть вот это поражалось полтора года. Полтора, почти полтора года держали англичанин. Видите, вот это вот декабрь 55-го года. С 54-го уже. Вот отец Яков Попов, отец Евгений Попов свел близкое знакомство с одним англиканином, священником, который был частью движения за обновление англиканской церкви в древнем стиле. Если многие из них пошли в католическую сторону, один даже стал кардиналом, кардинал Ньюман, то Джон Нейсон Нил стал приезжать к православию, хотя не принял православие, но он перевел очень много православных песнопений на английский язык. И они были включены в стандартный сборник гимнов англиканских. Поэтому, например, первая и девятая песни пасхального канона Дамаскинова они есть в Hymn's Ancient Moodle до сих пор. Вот первая и девятая песня, они есть. И другие тоже, и рождественские песнопения, и поможет что-то роман славкопевца. То есть он переводил и до сих пор что-то есть, что-то поет англикане. И он вознамерился сделать историю Святой Восточной Церкви. И написал ее в четырех томах. Не успел, конечно, все сделать, но трудился всю жизнь. Причем вознамерился получить благословение от митрополита Филарета и попросил еще благословение императора Николая I. И посвятил императору Николаю посвятил императору Николаю свой труд. Вот это его страница из его истории, где он говорит о литургике. И вот он говорит, вот у нас есть канон. Вот теперь мы можем рассмотреть типикон на любой день. Возьмем сегодняшний день, вторник, 16 октября. это праздник Лонгина, сотник, который пронзил Бог, спаситель нашего. Вот теперь мы видим на утренний оба канона кто их. И вот он рассказывает, как типикон строится. Очень-очень подробный рассказ. Причем он говорит, отец Евгений, около 50 писем у меня есть от него на многих страницах, где он никогда не отказывает, все разживало. А это замечательный оперпрокурор Священного Синода, прежде губернатор и ближайший друг Гоголя. С него Гоголь писал губернатора во втором томе Мертвых душ. В его доме скончался Гоголь. Это граф Александр Толстой. И вот была очень подробная переписка Евгения Попова с графом Толстым по разным вопросам, включая соединение церкви, включая Ягода Пальмера, который хотел приехать в Москву и причаститься к Святой Тае. Говоря, что ведь нет препятствий. Да препятствия же малы. И митрополит Тодорец с ним встречался, и Алексей Муравьев с ним встречался. То есть был очень интересный интригер. Меня ждет в архиве Синода документ о том синодской чиновника с характеристикой того, каковы на самом деле были причины приезда Пальмера в России. Но это уже другое. Хомяков с ним обменялся целым рядом писем. Они довольно известны. Письмо князя Александра Толстого «Меня никогда не покидала надежда на присоединение Пальмера к православной церкви. Он слишком усердно и неутомимо искал ее, чтобы Господь отказал ему в своем откровении и просвещении и оставил его навсегда в тех противоречиях ума, которые православные друзья его с прискорбием, не без причин, не без примочи просит торжества, усматривают его в конце концов принял католичество. Но это был очень интересный человек и очень яркий. Да вот Александр Толстой действительно душевно в нем принимал участие. Вот дом, где находилась посольская церковь. Этот дом снял отец Яков Смирнов в 1813 году и 1818 году он устроил во дворе этого дома, где раньше были конюшни, часовню. И вот с тех пор до 1921 года русские молились там. Больше чем где-либо. Скоро наш собор конечно превысит эту дату, но пока еще вот этот самый собор. Вот этот дом. И это его алтарная стена. Видите, крест остался. Сейчас там некое частное учреждение, которое держит несколько частных больниц. так что просто это офис, это контора. Вот так внутреннее убранство было. Запечатлено в журнале Билда за 1865 год. Тогда отец Евгений Попов решил обвершавое здание часовни перестроить и увидел, что фундамента под ним нет. Отец якобы так торопился, что тот фундамент, который над конюшнью был, он его использовал. Поэтому все было построено заново. И она была построена на прочном фундаменте. Англичанин архитектор, англичанин же художник. Художник, который применил части росписи энкаустику. Видимо, впервые в Англии. Сейчас выглядит так это западная часть. Здесь, кстати, видите, внизу план. Вот этот план. Вот такая церковь. Церковь небольшая. Вот до Сулии 10 метров длиной и почти 8 метров шириной. Помещалось там, ну, от силы 120 человек. Ну, 150, если сильно тесно. Вот теперь западная. Я решил не показывать, хотя Сережа снимал все, мы с ним просто проникли туда и сняли все это. Сергей снимал. Но я решил не показывать восточную часть, потому что уж слишком печально видеть столы там, где когда-то был алтарь. Вот это купол. Купол с 12 апостолами. И вот надпись. Ее поновляли, эту надпись, в 1985 художница славянского не знала, которая поновляла. Поэтому как могла, поновила. Видите, и посетили на Грации, его же насадилась, насадилась и здесь. И вот евангелисты. Видите, то есть, странная такая манера, но это англичанин художник. А вот это энкаустика от Архангел Михаил. Такая вот панель деревянная. Она на обложке, да. А это окошечко. Вот, так что отец Евгений Попов однажды поехал в Лиссабон венчать дочь посла российского. И там случилась чума. Поэтому он сидел с больными, наставлял, исповедовал, причащал, отпевал. Ну, такой человек. Замечательный. Я перепрыгиваю здесь, но после отца Евгения Попова, был его сын, два года всего настоятельства, потом он скончался от перепадка эпилепсии, и пришел отец Евгений Смирнов, о котором у меня не осталось никаких, то есть я даже никаких надежд на нахождение фотографий его. Видимо, где-то есть, но не могу. А это первый регент нашей церкви, потому что наследник престола Цеселевич Николай, будущий старостотерпец, посетил церковь ненадолго до начала своего путешествия в Японию, ездил всюду, и он пришел в ужас. Он на самом деле очень ценил церковную службу, и он жаловался в Синод, что совершенно невозможно один сиплый лишенный голоса псаломщик и один сиплый старый лишенный голоса диакон. Его служба так идет. И тогда по высочайшему позволению, то есть благословению было отправлено Священным Синодом, Священным Синодом, четыре вовсника Духовной Академии Петербургской. И вот это Константин Фоминский один из них. Фотографию мне передал его родственник, по-внучатый правнук, правнучатый племянник. Да, он прослужил в Лондоне достаточно много. Отцу Евгению Смирнову, тому, который в 72-м году стал настоятельствовать и настоятельствовал до 23-го года, когда скончался от огорчения, переписка его совершенно фантастична. Около 400 писем, больше 400 писем он написал одному только Константину Победоносцеву. О разных западных делах, о воссоединении с англиканами, о старокатоликах, о проблемах образования на Западе. То есть, скажем, Министерство образования запрашивало его, как вот с образованием, вот что. Вот он писал подробный отчет. Есть, сохранилась, например, подробнейшая записка на многих страницах о том, как нам регулировать ситуацию в Константинополе, когда Османская империя очень притесняла патриарха. И вот просто было действительно серьезное, документированное и аргументированное исследование о том, что нужно сделать, чтобы эту ситуацию отрегулировать. это письмо прежде епископа Аляскинского Тихона, будущего патриарха, исповедника, который был еще в общении с отцом Евгением Поповым, будучи в Аляске, на Аляске. Было очень интересно, там они обменивались книгами, книги издавались здесь, в Лондоне, и отсылались в Америку. Отсылали в Америку облачения, которые остались от первого англичанина, принявшего Священный Сан. Потому что его пригласили на коронацию Александра Третьего, и он получил великое множество подарков, в том числе и роскошное облачение. И он оставил их в Русской Церкви. И это все облачение пошло на Аляску или Нью-Йорк, или куда еще. Множество разных писем, скажем, семинарий в Миннеаполисе просит какие-то публикации в литургии, но говорит, мы не можем ничего вам уплатить, кроме, может быть, денег за перевозку. Потому что мы очень бедны. Вот это о старокатоликах пишет письмо уже Тихон, будущий патриарх, будучи Ярославским. Он не оставлял заботы о возможности садения церквей. Совершенным почтением и почтением и имею честь быть вашего высокопреподобия, покорный слуга. Тихон, архипископ Ярославский. В лапе написано. А это окончание письма святителя Николая, которое я, в общем-то, всем, у кого есть книжка, рекомендую с увеличительным стеклом внимательно прочесть, потому что колоритнейший слог и очень интересная тема. Тема о принятии западными исповеданиями мыслей о соединении церквей. Как они к этому относятся? Он говорил, ну, что ж поделаешь, ведь трудно более древней культуре принять веру от более молодой. Поверьте мне, я в этом имею большой опыт. Естественно, Япония и Россия. Вот, и вот его письмо, оно, книжки есть, так что вот, революция. Революция поменяла все, потому что понятно, что церковь была при посольстве, получала средства от министерства двора, а прежде от коллеги иностранных дел, потом и от министерства иностранных дел, и, в общем-то, действительно зависла во всем от государства. И тут оказывается, что, во-первых, в Лондоне несколько сот православных людей, многие из них, конечно, состоятельные, некоторые из Сократы, а другие вовсе нет. Это беженцы с севера России. Это люди, которые отплыли с экспедиционным корпусом, который был англичаном послан Архангельск. Так что, вот, были разные люди. И оказалось, что эти церкви были маленькие, сейчас вот, никак не хватает. То есть, люди, ну, невозможные, там маленькие, ну, очень, 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 собственно, притвор, там буквально мельчай, не знаю, очень сложный. И тогда англичане очень любезно предоставили церковь, которая была освящена во имя апостола Филиппа, которая уже не действовала, в распоряжении русских. И русские туда переехали, в 22-го году. Вот. Но до этого церковь какое-то время финансировалась правительством Колчака из Омска. Финансы поступали из Омска. Из Омска же поступил приходской устав, который был утвержден по местному соборе в 18-м году. И этот приходской устав послужил основой устава, который принял приход, образовавшийся при русской церкви. Почему? Очень все просто. Дело в том, что церковное имущество было под угрозой отнятия большевиками. Потому что церковь была припосольствована, она была приписана припосольству. И понятно было, что если большевики в ближайшее время не падут, а вроде бы не было видно в 19-м году, что они вот-вот упадут, то англичане рано или поздно передадут им все, включая церковное имущество. Поэтому нужно было устроить приход. Был приход устроен, еще джон был приход Константин Арбоков последний посол дал разрешение на учреждение прихода. И он был учрежден. И приход стал функционировать. Естественно, он стал функционировать с поправкой на то, что люди, составляющие приход, распропагандированы были теми же революционными идеями, которыми были спропагандированы люди в России оставшиеся. И поэтому бедный отец Евгений не мог никак понять, отчего же вдруг на него орут, отчего же вдруг ему хамят. И он бедный, в метрополизе диалоги приезжал, потому что, собственно, его патриарх Тихон поставил управлять западноевропейскими церквами, приезжал и сказал, что бедный старик никак не мог понять, ну, сейчас дом, зачем все это, ну, кто эти люди, ну, это не церковное ведь. Здесь есть просто образчик, это вот диалог самого отца Евгения и члена Приходского Совета, что совершенно душеродирающие, невозможно. То есть, я как бы был членом Приходского Совета, когда у нас были всякие трудности, но чтобы такое, вот, не помню. Так что вот эта революция, которая на всех повлиена, то есть, в общем-то, белые, красные, все оказались в очень тяжелом положении, конечно. Вот. Была учреждена Приходская книга, в которой нужно было записываться, причем писать все, включая и время последнего бытия у Исповеди и Причастия. К этому времени Приход насчитывал десятки русских православных людей, которые на самом деле родом англичане. Дело в том, что по законам Российской империи выходящие замуж или женящиеся на православной или на православном обязаны были подписывать следующее обязательство. Я, ниже подписавшаяся в Великобританское подданное девица Маргарита Георгиевна Оливер англиканско-епископального вероисповедания сиему удостоверяю, что вступив в брак с Великобританским подданным Николаем Александровичем Титмаршем православного вероисповедания не буду поносить своего супруга за православие, не склонять его через прещение, нет, прельщение, угрозы или иным образом к принятию своей веры. И что в воспитании обоего пола детей от всего брака будут поступать согласно законами государства российского, то есть буду крестить и воспитывать их православной вере. Лондон июня 24-го 1021-го года. Уже Российской империи нет. То есть раньше писали Российской империи. Но вот так, но по-прежнему это было. И Титмарш, он тоже православный, и он тоже рожден православной семье, потому что их было несколько десятков. А вот Шура Пикерсгиль, который здесь записан, тогда был студент в 1920-м году. На самом деле он был истинный Пикерсгилл и истинный Шура. Он был истинный русак по манере. Он был старостой в 60-е и 70-е годы. Там есть фотография в книжке, где он подносит хлеб-соль патриарху Алексею Первому. Это тот самый Шура Пикерсгиль. Вот студент, великобрядок полный студент политехникума. Последний раз причащался в Москве на Страстной в 18-м году. То есть, конечно, понятно, что и гражданская война, и все, но люди причащались очень редко. И там есть четыре куска из приходской книги. И вот скажем такой человек Симушин Александр Степанович. Звание и родзанятие народный учитель. Время рождения крещения но смотрите, место жительства в России село Шегавары Шенкурского уезда Архангельской губернии в Англии 9 равен стрит. Некоторые писали просто Петроград Пантан К-34. Не писали английских адресов, потому что не сознавали, что это будет надолго. Вот графиня Шеметьева звание родзанятия, дворянка. Там есть несколько скандальных, то есть три скандальных таких вот записи. Одна из них принадлежит Феликсу Юсупову, князю, звание родзанятия князь, где у исповедения стритов участия 1916 год. То есть явно он не исповедовался и не причащался после убийства Распутина. И считал себя православным прихожанином этого храма. Политик и журналист Ариадна Тыркова Вильямс последний распрочищалась в 1891 году. Последний поверенный в делах Российской империи Саблин Евгений поставил прочерк в графе «Бытие у исповеди святого причастия». Что это значит, мы уже не узнаем. Но он похоронен недалеко от митрополита Антония. Так что можно упокоить душу молиться. Это владыка Евлогий, которого поставил патриарх Тихон управлять западноевропейскими епархиями, который управлял ими. Но конечно же трения с синодом в Карловцах, в сербских Карловцах, достигли какой-то совершенно невыразимой силы в 1926 году, когда он покинул синод в Карловцах и уехал в Париж. И тогда был раскол. Раскол очень он был именно сторонниками Владыки Евлогий. У меня есть два свидетельства. Одно отчет настоятеля отца Николая Бера со стороны евлагианцев, а другой отчет отца Иоанна Льюхина со стороны зарубежников. Отец Иоанн говорит мы не хотели этого приехал Владыка Серафим Лукьянов который приехал его выгнали из Финляндии он был финляндским за то что он все-таки был русский патриот а тогда Финляндия очень жестко поставила себя и раскол произошел но вернусь я к приходскому совету и к его власти когда скончался отец Евгений Смирнов то приходской совет на своем заседании выработал следующую бумагу не предрешая вопрос о замещении дедов должности настоящей русской православной церкви Лондоне вакантность за смертью батареи отца Евгения Константиновича Смирнова члены приходского совета полагают что ввиду сложив представлялось бы наиболее желательным и целесообразным чтобы существующее ныне в отношении церковного причинства временное положение было оставлено без изменений с тем что претерия отец Иоанн Лилюхин исключительно подрудившись над созданием лонг нерусского православного храма и поддержанием прекрасного благолепия продолжал донести обязанности настоятеля то есть если раньше посол советовал кого настоятелем назначить теперь приходской от церковного облагочения и благолепия отец Санцетин и отец Василий по очереди несли бы обязанности псаломщика потому что не было денег на содержание деньги исчезли бюджет урежен был четыре раза три с половиной раза поэтому священники были но они должны принести обязанности псаломщика вот такие вот конечно потом отец Евгений очень просил об этом несколько лет просил о самообложении это было введено в двадцать пятом году в двадцать шутом году оно уже действовало человек каждый прихожанин давал обязательство платить определенную сумму ежемесячно в счет насчет прихода причем таким образом приход мог рассчитывать на какой-то бюджет то есть это было некое обязательство и вот карточка ежемесячный взнос столько это фунтов столько это шиллига столько это пенсия и ну минимум там был назначен пять шиллингов в месяц кто не мог тот не мог естественно но все кто могли говорили вот мы будем вносить такую сумму чтобы приход хоть на что-то мог рассчитывать опираться на что-то тогда конечно с хором были беды большие потому что конечно было сложно но вот такое самообложение оставалось в зарубежной церкви кто-то недавно у меня есть карточка 57-го года а это церковь англиканская которую отдали русским в 22-м году это церковь апостола Филиппа которая видите симпобедиши написана она была мрачная она была какая-то такая не очень приспособленная ну что вот царские врата перенесли из посольской церкви и иконы перенесли из посольской церкви а посольскую церковь во многом тогда вот часовню замечательную которую вы видели у росписи помогла украсить великая княгиня Мария Александровна дочь Александра второго которая вышла замуж за герцога Одинбургского и проживала у нее была часовня был духовник и был священник но она выписала выпускника академии художеств 24-летнего молодого дарования который написал иконы реконостас копиями западных шедевров так что например если посмотрите на богородицу слева то увидите что это копия сестра Мадонны и у нас вот эта икона была с 1865 года по тысячу где-то по 1997 когда был написан новый ряд иконостасов а это наши дамы которые продают разные безделушки на предрождественском базаре то есть базар это как бы традиционное название в Англии для распродаж всякой всячины в пользу какой-то благотворительной цели в данном случае раз в году до недавнего времени у нас эти базары были и вот дамы причем у меня какое-то странное ощущение что может быть вот это великая княгиня Ксения Александровна младшая сестра царя сратотерпца но не могу точно сказать она была прихожанкой собора все годы отпевал ее святитель Иоанн Шанхайский в 60-м году она жила в Кенцельском дворце где впоследствии принц Карлуша пожил с Дианой вот а это последний воспитатель цесаревича Алексея это англичанин который вот Стэмми Гиббс который последовал за царской семьей в Тобольск а потом последовал за ней же но уже естественно их не пускали никого из воспитателей и в Екатеринбург и он когда белые заняли Екатеринбург взял то что мог взять часть лампан а у него кстати оставалась часть царского вещей царя потому что их заставили все почти отдать и они отдавали придворку и вот у него часть вещей царя остались и он вывез потом через восток да и вот он эти святые не хранил все это время потом он принял православие потом его поставили вот подстригли и он был архимандрит Николай Гиббс зарубежники шутили да господь наш из глины сотворил человека а наш владыка Нестор из гипса сотворил хранит ну это такие вот зарубежные шуточки вот собственно говоря это был человек который первым стал служить в Оксфорде а это святитель Иоанн Шенхайский который тоже очень часто приезжал в Лондон и служил с его благословения устроился первый монастырь Великобритании женский монастырь вот а это уже духовник владыки Антония будущего это отец Апанастин Чаев это 30-е годов фотография и мы переходим уже к владыке Антонию естественно сколько времени я сильно вас утомил наверное но владыка Антоний естественно займет у меня наверное минут 10 если вы не позволите это молодой владыки Антония 1939 год здесь она части похожа на Бокова кстати если вы заметили жизнерадостный юноша естественно переживший уже кризис уже нашедший Бога нашедший Христа он рассказывал я в автобусе ехал 14 лет и спрашиваю у людей скажите а вы Евангелие читали? вот вот он нашел Христа и он был скаутом он воспитателем был юношества а вот это отец Георгий Флоровский это Лосский да и Джордж Эвери один из таких очень интересных людей которые очень тевятели к православии и Андрей Блум тогда он уже естественно был пострижен но тайно хотя все в этом знали но в общем не говорили что его пострига отец Афанасия Нечая в 1943 году и вот его отправили в Англию некий доброход дал деньги на капеллана содружество преподобного Сергия мученика Альбания и он приехал с мамой и бабушкой и вот они там стали жить он стал капелланом и служил в русской церкви где в том времени служил священник бывший из певчих отец Владимира Феокритов и в 50-м году скончался неожиданно отец Владимир и отец Андрей то есть отец Антоний уже когда естественно он был отец Антоний стал настоятель и с этого времени вот это вот его мама и бабушка которая была итальянкой он когда принял священство он вынужден был сохранять обещание данное маме потому что мама очень была против Владыка Николай Юрьев он уже готов был его руковополагать но нет спросил а мама ваша согласна нет ну так ничего не сделать и вот уговаривали маму наконец мама сказала ну хорошо но только это борода это ужасная борода и он обещал маме не носить бороды пока она жила она скачалась в 58-м году через два года после его хиротонии поэтому он был безбородовый епископ он два года да ну вот честно соблюдал честно соблюдал обещание вот он в день поставления его во епископ это Париж вот а это целое монашеское братство французское вот здесь например отец монах господи Григорий Круг знаменитый иконописец вот он а это по-моему отец Сергей Шеевич архимандрит а это архимандрит Сафроний а это отец Николай это владыка Николай Еремин митрополит а это владыка Антоний молодой а это монахиня а это замечательный француз архимандрит Дионисий Шамбо перешедший с католичества очень удивительная личность такая светлейшая он на нем все держалось пока не назначили архиере вот а это вот он служит это великое освящение воды при священии народу он темзу освящал а это первая делегация на всемирном совет церквей на конгресс в Дели в 1961 году вот владыка Антоний вот владыка Петерим вот владыка Алексей Никодим это владыка Петерим Алексей и вот естественно владыка Николай нет что я говорю это это патриарх сам Алексей первый перед отправлением это в лавре еще вот а это вот волейбол в 1959 году было устроено в горах Уэльса первое первый лагерь он ведь скаутом скаутом был он скаутмастером был он в общем все это проходил и устроили лагерь и вот он играет в волейбол вот это вот и он уже архиерей вот такая фотография это прием патриарха Алексея первого в 1964 году а вот это вот англиканский архиепископ контраборийский Майкл Рэмси последний из тех которые очень хотели соединения церкви который в шестом году выпустил брошюру почему нам немедленно нужно соединяться с православной церковью брошюру до сих пор в общем-то можно ее купить почему нам нужно соединяться но вот не получилось вот вот владыка Антони это вот типичное выражение лица потому что он когда разговаривал с человеком он направлял все свое внимание то есть как бы кроме человека ничего не существовало поэтому просто подошел к человеку и он с ним разговаривал он его слушает это вот взгляд человека внимающего вот совершенно очень характерно это уже поздние годы владыки это когда он пригласил из России владыку Анатолия поставил вдового священника отца Василия в архиереи это вот Василий Осбор это вот такая вот это он читает уже совсем старенький великий канон это мы его отбиваем было множество конечно множество народу и последние годы конечно были тяжелые потому что он уже очень мало мог очень мало мог он он говорил что если бы я был на лет 15 моложе я бы отстоял владыка Иллариона но не смог вот вот гурз земли бросают владыка Левенали на ну собственно говоря я утомил вас простите это как бы такой вот галоком по Европам нечто такое с одной стороны конечно картинки и все прочее они как и мешают а с другой стороны как-то они помогают ну вот я наверное поздно уже но если вопросы я буду рад ответить ой я я сижу тут я сижу тут вот я хотел по-первых показать приходские листки которые вскоре после после своего настоятельства стал делать владыка антоний большие приходские листки да посмотрите обязательно да да замечательные листки тут и литература тут и детский уголок тут и английский уголок то есть он чрезвычайно заботлив было а это его книжки это американское издание это немецкое издание которое кстати получило импримату католических властей то есть официальное совершенно католическое издательство издало эти две книжки это датские книжки шведские книжки просто это две книги школа молитвы и не помню еще какая-то да живая молитва вот это итальянские книжки то есть в общем-то в 70-е годы он был настолько известен по всей Европе у меня есть знакомая гречанка приехавшая убежавшая из Кипра в 1974 году она говорит я приехал в Англию и большим утешением для меня были беседы духовные в конце передач 4 канала радио и очень часто эти передачи вел некто отец Антоний и он говорил о Христе он говорил о Евангелии он говорил о Благой Вести и только потом я узнал что это был митрополит Антоний а никакой не отец Антоний то есть он намеренно снимал вот этот вот аспект он говорил о вере о спасении о спасителе о Благой Вести вот для него это было вот еще книжка которая была изна через два года после кончины под близко но это как бы немножко из другой серии вот ну собственно говоря вот вот можно узнать до какого периода до какого момента вы доводите свое повествование где верхняя граница сегодняшний день конечно же только вот сейчас я понял что у меня есть возможность потому что историю нужно вывелить знаете она должна повисеть на крюке как мясо иначе она совсем не будет хорошо вариться вот и поэтому только сейчас мне удалось прикоснуться к событиям 2006 года печальным но собственно современность она вот как есть современность это будни епархиальные и вот в этой книжке как бы касается все совсем даже последних событий но последние события они не носят трагический или драматический характер это событие епархиальное обычное то есть у нас расширяется наша епархия появляются новые приходы в самых разных местах где есть православные люди вот ну вот так поэтому как бы сегодня до сегодня поэтому собственно под заголовок от Петра Великого до как это там называется это это я не могу никак сказать это вопрос на две минуты на две минуты очень короткий очень короткий да мы все знаем про это мы да дело в том что мы потеряли то что нас просил сохранить спасите имейте любовь между собой чтобы все знали что вы мои ученики это достаточно ответ на вопрос корреспондента благовест инфо спасибо мы ее потеряли это очень точные слова я хочу вам сказать друзья мои мы все страшно любим Мишу Сорни знаем его много лет мы не можем долго сидеть в качестве зрителей мы хотели бы с ним говорить вот буквально вот здесь вот как бы подписывая книги спрашивая его уже в узком кругу нам не нужна эта атмосфера официальности при которой он говорит экс-кафедра а мы его внимаем в этом зале только те люди которые его страшно любят много лет поэтому я предлагаю сейчас сказать ему спасибо за его выступление уже полуторачасовое перейти в неформальное общение которого мы все жадно ждем собравшиеся здесь спасибо 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 спасибо